Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю песочное французское печенье с миндальными орехами. Оно такое вкусное, тесто рассыпчатое. Вместо миндальных орехов можно использовать и другие орехи на ваш вкус. Такое печенье можно быстро приготовить к чаю или дать детям в школу. Для приготовления теста мне понадобится. Выкладываю в миску мягкое сливочное масло. Всыпаю сахар, добавляю щепотку соли и чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Хорошо перемешиваю венчиком. Для рецепта лучше использовать мелкокристаллический сахар. По одному добавляю яйца и хорошо перемешиваю. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 60 граммов. В полученную массу просеиваю муку. Не всю сразу немного оставлю. И разрыхлитель для теста. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Буду смотреть на консистенцию теста. Добавляю оставшуюся муку. В итоге получилось вот такое очень нежное липковатое песочное тесто. У меня сегодня печенье миндальное. И поэтому я добавляю в это тесто миндаль. Это миндальные лепестки 150 граммов. Предварительно миндаль можно немного подсушить в духовке либо на сухой сковороде. Аккуратно его вмешиваю в тесто. Вместо миндальных лепестков можно использовать и другие орехи. Получится просто печенье с грецкими орехами или с фундуком. Я расстелила на столе пищевую пленку и выкладываю примерно половину теста. Формирую небольшую такую плоскую колбаску. В зависимости от того, какую заготовку вы сделаете, такого размера печенья получится. Точно таким же способом формую и вторую заготовку. Выкладываю оставшееся тесто. Я стараюсь сделать заготовки такой одинаковой толщины, чтобы печенье получилось тоже потом ровным, одинакового размера. Сейчас перекладываю их на доску и отправляю в морозильную камеру. Примерно на один час, чтобы тесто хорошо застыло. Таким образом тесто можно хранить в холодильнике несколько месяцев. И когда надо, достали, немного его разморозили, нарезали на кусочки и выпекаете печенье. Это очень удобно. Тесто хорошо подмерзло в морозилке. И сейчас его будет удобно нарезать на отдельные кусочки. Как я уже сказала, размер печенья зависит от того, какого размера вы сделаете вот эти батоны. И теперь я разрезаю вот на такие кусочки. Толщина каждого кусочка примерно один сантиметр. Конечно, здесь также действуйте по своему вкусу. Хотите более тонкое печенье делайте, но тогда оно будет более подсушенное и хрустящее. Все заготовочки выкладываю на противень на расстоянии друг от друга. Так как во время выпечки тесто будет еще немного расплываться. И сейчас я отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Печенье я достала из духовки. Оно получилось такое красивое, очень ароматное. Выпекалось оно у меня ровно 20 минут. Сейчас я его снимаю на решетку и оставляю остывать. Печенье получается очень рассыпчатое, такое нежное. Если вы его сделаете тоньше, оно когда запечется будет совсем хрустящее. Я делала специально чуть потолще, чтобы оно было более нежное. Всего из этого количества ингредиентов получается примерно 30 штук вот такого замечательного печенья. Я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И конечно подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. До новых встреч!